Белгороду везло долго. Два с хвостиком года большой войны и только сейчас сложенный первый многоэтажный дом. Конечно, там на болотах будут визжать и пищать о том, что это сделала Украина, и по большому расчету разбираться там, кто же произвел к тому, что обрушился десятиэтажный дом, никто не будет. У них там просто, как сказала Ольга Скобеева как-то студентам, что факты не важны. Важны интерпретации. Попахивает и рязанским сахаром. Опять же, смотришь на кадры, как складывается этот домик, почему-то складывается впечатление, что взрыв произошел изнутри. Может быть, ФАП опять прилетел российский. Кто его знает? В любом случае, ясно одно, что мы выходим в некотором роде на новый этап войны. И получается, что те, кто хотят захватить кусочек Харьковской области и наш супергород Волчанск, за это могут очень больно заплатить. И знаете, ну сейчас будут стоны по поводу Белгорода. А как же так? А нас-то за что? И всякое такое. Проклятая НАТО, проклятая Украина. Но пошли очень интересные комментарии в части происходящего. Каждый российский гражданин должен внимательно слушать. Ну и писать в комментариях, насколько он согласен с этими мнениями. На 100% или, соответственно, на 146%. Все, как вы любите. Лучше в гробу, чем быть рабу. Вот это полное отсутствие понятия неприемлемый ущерб до последнего, он нас, понимаете, делает нас способным победить в любой войне. Ну вот Белгород начинает побеждать. А как вам вот эта вот фраза, российские наши суседи? У вас нет неприемлемых потерь. В Белгороде тоже нет? Или есть? Хотя, что значит неприемлемые? Это же супутни втраты. То есть, ну то, что вот произошло в ходе боевых действий. Кто виноват? Шойгу его знает. Правильно? Так вот, я бы подчеркнул, что нужно, когда вы будете слышать в Российской Федерации сообщения и новости из Белгорода, очень важно добавлять несколько слов. В частности, дом в Белгороде был разрушен в ходе специальной военной операции. И вот здесь, кстати, я вот чувствую, еще немного и где-то на горизонте появится Алексей Арестович и скажет, что его знакомый ПВОшник видел, как эта ракета ПВО врезалась в дом. Вы же любите таких экспертов, которые подчеркивают, что виноваты все, кроме российского государства. Вот эта вот тема, есть ли приемлемые или неприемлемые потери для России, мне кажется, она важна, она интересна. Давайте об этом порассуждаем вместе. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Тем более, действительно, повод есть. Вот смотрите, смотрим мы на этот дом. На что он похож? Ну, возможно, в некотором роде это теперь арка дружбы народов. Ну и попутные потери в ходе СВО. Значит, пока вся общественность и у нас, и, соответственно, российские все телевыграм-каналы, они дружно наступают на Харьков со всех сторон, еще немного и все окружат. Кстати, в Украине нужно быть всегда внимательным, после этого случая, несчастного случая в Белграде особенно. Сейчас они тоже будут наносить удары, чтобы показать, что Путин велик. Это понятно. Так вот, значит, что важно. Вот мы смотрим на Харьковскую область, и там есть нюансы, и с нашей стороны действия не всегда адекватные и своевременные. Но в целом, еще раз, думать, что россияне зайдут в Волчанск, и дальше на Купинск, как это было в начале войны, ну, никто так уже не думает. И россияне тоже так не думают. Так вот, перед тем, как произошла вот эта вот гигантская бавовна в этом доме в Белгороде, значит, что сегодня, рано-рано утром, гауляйтер Белгородской области, после провозглашения БНР, он, конечно же, будет отправлен в Москву с понижением, он заявил следующее. Значит, в Белгороде накануне был крайне тяжелый день. Повреждены накануне, то есть вчера, я имею в виду 11 мая, травня. Белгородцы, вам это слово пригодится. Значит, был очень тяжелый день, повреждены квартиры в 85 домах, 17 прострадавших остаются в больницах, а состояние двух раненых женщин крайне тяжелое. Я соболезную вот реально без каких-либо этих. У меня нет никакого, знаете, этого иронии по поводу смерти. С большой вероятностью эти женщины не заслуживали того, чтобы с ними произошло. Но почему это произошло? А, потому что Владимир Путин начал специальную военную операцию. Это я, к чему все это? Значит, помимо многоэтажек, докладываю, там, глотков по поводу вчерашнего дня. Значит, повреждения получили частные дома, 14 зданий и коммерческих предприятий, несколько соцобъектов, в том числе медицинского назначения. Ну, в медицинское назначение, то есть больница, там, понятно, там были иранские инструктора, может, северокорейские, потому что пропаганда говорила, что не обязательно придут России на помощь. В общем, куча сожженных машин. Ну, в общем, получается, что удары и дронами, и, соответственно, другими системами поражения. Это обоюдно страшно и больно. И это несет смерть россияне. Понимаете, вот меня больше всего удивляет, почему там на болотах думали и до сих пор думают, что они будут уничтожать украинцев, а за это россияне получат только победный парад на 9 мая и Путина в фуражке Гитлера. Ну, так же оно не работает. Есть хорошее правило, идите домой на болото, живите как хотите. Можете целовать Путина или в живот, или куда обычно целуют его чиновники. Нас это не интересует. Так вот, вот эта вот история с неприемлемыми потерями, она заиграла новыми, абсолютно безумными российскими красками. Дело в том, что для Белгорода из Москвы поступила шифровка. Эта информация касается каждого жителя, не только Белгорода, а вообще приграничных городов. Например, это все звучит так. Значение жизни в Белгороде слишком преувеличено, говорят на федеральном канале. Я, насколько понимаю, что мы преувеличиваем значение смерти. Сейчас мне кто-нибудь может сказать, что Сергей, да хватит, ты сидишь в студии, а там ребята в окопах, а я настаиваю на этом. Мы преувеличиваем значение жизни. Если бы вы это делали в рамках международно признанных границ, все бы, конечно, повертели бы о виска пальцами, подумали, ну, сумасшедшие. Ну, это их дело. Но в связи с тем, что они напали на нас, то теперь эта история касается всех. Это тоже понятно. Значит, россияне хотят Волчанск захватить, предварительно разрушив, как они любят, как это у них называется, руинирование украинских городов. Слово новое придумали под люки. Так вот, в плане руинирования, тут главное управление разведки передало большой привет российским городам, глубоко в тылу. Значит, ночью в России были атакованы три объекта. И в данном случае это операция главного управления разведки. Значит, сотрудников этого ведомства нужно поздравить с успехом. Те, кто работают в аналогичных подразделениях в службе безопасности Украины, мы прекрасно знаем, что рекорд дальности 1300 километров до города Салават в Башкортостане, в Башкортостане, в Башкирии принадлежит вам. Значит, смотрим, что у нас произошло. Значит, были атакованы этой ночью. Прекрасное место. А Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Он достаточно далеко от границы Украины. Но что тут особенно в некотором роде забавно. Если присмотреться, то можно увидеть город Волжский. Он совсем возле Волгограда, совсем рядышком. Это родина Оли Скобеевой. И каждый житель Волжска и Волгограда должен задаваться вопросом. А правильно ли вы все сделали, когда пригрели на груди змею, в смысле Олю Скобееву, именно российскую пропаганду в целом? Потому что она же вам рассказывала о том, как вы доблестно пойдете уничтожать Украину и получите что там, право, как это, на то, чтобы вести такую политику по отношению к другим странам? То есть она вас обманула, а вы это схавали. Значит, история про неприемлемые потери и вот это вот русскую смерть заиграла новыми красками. Кстати, этого Корноухова начали даже на болотах критиковать. Говорят, что же ты такое говоришь в своей теплой московской студии? Какой же ты плохой человек? Он всего-то навсего призвал российских солдатам и офицеров не ждать прилета украинского дрона, а поиграть в игру, которая называется последний поцелуй Гитлера. А, простите, последний поцелуй Путина. И все на этом. И точка. И все это богословие, которое вот мы сейчас приняли решение, мы напишем катехизис воина. Потому что парням надо объяснить, что когда он лежит и ждет прилета в пиведрона, то пусть стрелка, не ждет, чтобы он был инвалидом. Это в лучшем случае. А в худшем мучительная смерть. Зачем? А бояться почему? Потому что пацанам не объяснили, что это не суицид. А это не суицид. Христос тоже мог не идти на крест. Это жертва. Высшее забыло жертву отдать свою жизнь за други, своя, за страну, за наш народ, за Бога, за церковь. И поэтому это все надо написать и объяснить. Вот каждый житель Волжска задается вопросом, а почему российские пропагандисты такие речи не толкали перед началом специальной военной операции? Войны, вторжения в Украину. Что придется вот так вот своим мальчикам рассказывать, как им закончить свою жизнь? Заметьте, никто уже не переживает по поводу трусиков. Даже телеканал «Дождь» как-то по этому поводу не сильно-то возмущается. У них вот прямым текстом родился при Путине, пошел на войну при Путине и сдох при Путине, причем путем самопо***. Ну, что я скажу? Я тут все эти христианские вещи комментировать не буду, тем более в исполнении этого негодяя в этом вообще нет никакого смысла. Но в целом ход мысли у него правильный. Дело в том, что дроны у нас очень часто народные, купленные за наши гривни, за ваши гривни, иногда за мои, чаще за ваши, и это правильно. Все суперпроекты вот эти нужно поддерживать, поддерживать и поддерживать. Так вот, если российский солдат сам поиграет в игру и докажет всем, как он любит Путина, тогда мы, что мы сэкономим дрон и отправим этот дрон на его товарища. Поэтому каждый российский оккупант должен к этому прислушаться. Ну, и вообще, тут надо же как бы быть, наверное, все-таки объективным. Значит, как российские пропагандисты описывают ситуацию в Харьковской области. значит, вот мне очень нравится Харьковская область, Украина. Знают они, что это Украина? И про Донецкую область, кстати, они тоже знают, как и про Крым, что это не их земля. И пока они не перешли границу Украины с оружием в руках, никто российских солдат не уничтожал. Так вот, что у них они тут фиксируют? уничтожение дамбы через Северский Донец в районе Старого Салтова. В общем, тут вопросы снабжения. Ну, вот вы видите все на своих экранах. Тут вооруженные силы России ведут бои на окраине Лепцы. Это 20 километров от Харькова. Это близко от Харькова. Ну, и граница близко от Харькова. И тут, опять же, ничего хорошего в данном случае нет, потому что российский оккупан границу перешел, уже тут есть нюансы. Но я все-таки надеюсь, что наше военное командование все меры примет соответствующего плана. И если Харькову все-таки ничего сейчас не грозит, кроме авиабомб, практически как в Белгороде, то с Волчанском есть нюансы. Еще раз, я тут не буду это комментировать. Есть военное руководство, все задачи поставлены. И они вообще-то направлены на одну простую цель. Уничтожение российских оккупантов. И вот даже у этого пропагандиста, у него, видите, из хорошего 20 километров от Харькова они, а из плохого, нежелание или неумение кое-кого планировать операции, руководствуясь нереальным положением дел на земле, а красивыми докладами. Ну, почему продолжать и так поступать дальше, неумение оценить риски и реалии современных боевых действий. Ничего себе! Какой ужас! Кто же мог подумать, что маршал на Шойгу и его подчиненные такие, вот такие, какие они есть. Нежелание беречь личный состав и распоряжаются они русским воинством, воинством как расходным материалом. Ну, здесь вообще все просто. У вас нет неприемлемых потерь. Соберитесь! ну, а наши дроны и другие средства поражения проверят, есть ли у вас неприемлемые болевые потери или нет. Значит, какой смысл один за одним отправлять подразделения, которые по численности не могут ни прорвать, ни закрепиться? Почему не отправить в два, три, а лучше в четыре раза больше подразделений, которые принесут успех? А все, что сейчас мы видим, это нерациональное использование личного состава вооруженных сил Российской Федерации. Я посмотрел много видео про разбор завалов в Белгороде и, знаете, ну, масса народа помогают, да, машины оттаскивают, камни, плиты, все это разбирают, я не знаю, надеюсь, мародерить они там не будут, ну, по старой российской традиции. Но смысл в чем? Что, вот обратил внимание на лица этих людей, мужчин, суворы, все в пыли, в грязи. Ну, и вообще, когда обрушается десятиэтажка, страшно, конечно же страшно, так же страшно, как и в Харькове, один в один. Но эти российские мужчины, они не демонстрируют желание отправиться в Харьков. Вот такое впечатление, что те, кто получил массу впечатлений в Белгороде, в Харьков уже не хотят. Удивительно, неужели, чтобы это понять, руссо-нацисты, надо что-то подобное испытать самим. Есть другие варианты. Иди домой или умри, руссо-нацисты. В принципе, эксперты говорят, что достаточно сил, чтобы до Чернигово дойти, где могилы моих предков лежат вообще-то. Я хотела бы их навестить, между прочим. Но мы этого не делаем, потому что есть у нас соображение. Соображение одно. Вы не можете. И вот, внимание. Я вот так вот, извините, иногда ставлю себя на место своих врагов, наших врагов, и вот, если бы я был, не дай Боже, россиянином, дякую тоби Боже, шо я украинец, да, и я бы услышал, что вот эта вот престарелая женщина на букву Б, заканчивается слово на мягкий знак, ядь, да, гнала бы российских мужчин на Чернигов, ну, не только на Чернигов, чтобы эта старая мрага пошла на кладбище, то российским солдатам вот объективно рациональный ее удавить прямо в Москве, у нее точно хорошая стиральная машина, чем вот слушать вот этот вот бред. Могилки им хочется посмотреть. напомню, что до 14-го года вот это вот и все остальные могли на могилки приезжать без проблем. А, например, украинцы, которые живут в свободной части нашей страны, на могилки в Донецк поехать не могут, а у них там похоронены родители и другие родственники. То есть проблема с могилками, она где возникает? Когда российские нацисты начинают двигать границы? Смотрите, так может получиться, что и в Белгород не сможете приехать. Потому что вот эти в Западной Европе, я не беру американских генералов, они при всей риторике, так сказать, политиков, они умнее. Вот. А вот эти с менталитетом Греты Тунберг, вот эти вот все, Анна Ленебербак, вот эти министры, в юбках обороны, в прибалтийских странах, это где-то видно, чтобы человек, не служа в армии, не зная ее структуры, не зная, как стрелять, мог руководить, да еще в острый период. Вот эти могут сорваться на какие-то непоправимые шаги, на которые мы обязаны будем ответить, безусловно, и ответим, и дальше покатиться. Это похоже на дискредитацию фашистской армии Мордора. ВС России. Дело в том, что по последней, не самой секретной информации, министр обороны России, Шойгу, в армии не служил. То, соответственно, он может сорваться. Да? Просто сорваться. И вот эта вот фраза, она связана как раз для Белгорода, она очень важна для Белгорода, потому что это такой синонимом слова руинировать от безумной барышни. Она, кстати, у них там отвечает за народную дипломатию, чтобы вы знали. Работала в Европах, в Штатах, давала интервью различным английским радиостанциям и телеканалам. Несла слово Путина в массы. Ну, ее там всем посылали, ну, там, туда, где она сейчас находится, в Москву. Ну, вот она. Руинировать или... Все равно мы победим, но зачем же выжигать лишнее? Все равно мы победим, но зачем же выжигать лишнее? Они вот эту фразу мы победим, мы победим повторяют, как им на заведенные. Ну, слушайте, давайте так, раз кто-то любит проводить какие-то параллели со Второй мировой войной, кому помогают Штаты, кому оказывают по факту ленд-лиз, да, называется другим словом, но от этого ничего не меняется, в Украине. Значит, нацистом кто является? Российская Федерация. И вот этот тот момент, зачем выжигать лишнее? Так как кто-то сказал, что это касается Украины, может, это касается Волжского или Волгоградского НПЗ. От Киева до Волгоградского НПЗ, если ехать через Калач-на-Дону, ровно 1348 километров. Что получается? Вот эта вся территория, это уже санитарная зона. Кучится, когда призвать к разуму российских нацистов, ну, по-моему, это бессмысленно. Короче, Украина была, есть и будет. Будет тяжело, но это не меняет первого. Поэтому слава за СУ, подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем вещи своими именами, ну, и, конечно же, ваши комментарии и поздравления Белгороду, которому просто перестало вести. Ну, что ж, на войне, как на войне. До побачья.